Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Как вам в саду? Первый открыватель. Вы первооткрыватели в этом саду. Вы самые первые детские, которые зашли в этот сад после ремонта. Пока лишь несколько воспитанников приходят на пару часов в детский сад номер 123 на Запорожске в советском районе Самары. Но и они пока не успели оценить все замечательные возможности обновленного учреждения, который только открыл для них свои двери после капитального ремонта. В 2015 году здание было признано аварийным и детский сад закрыли. Теперь его восстановили и вернули в систему городского образования. Всего в дошкольном учреждении будет 5 групп, 2 из которых ясельные, что позволит принять более 140 воспитанников. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с молодыми перспективными педагогами. Мы очень надеемся, что нашим воспитанникам в нашем детском саду будет уютно, тепло и комфортно, тем более, что все условия здесь созданы. Все самое интересное начинается только тогда, когда мы открываем дверь. Вот очень хочется верить, что все самое интересное начнется, когда наши родители откроют дверь нашего дошкольного учреждения, и вот здесь начнется самое настоящее волшебство. Пять групп будет и в обновленном корпусе детского сада номер 3 на Долотном переулке в Куйбышевском районе. Его тоже капитально отремонтировали. Одна группа станет уникальной для Самары с круглосуточным пребыванием. Она будет востребована у родителей, которые уходят на ночные дежурства. Это сотрудники разных производственных предприятий и силовых ведомств. За детьми в этой группе закрепят ночного воспитателя. Здесь подразумевается пять групп у нас. Две группы – это ясельного возраста на 20 мест, две группы для детей с ОВЗ и одна группа круглосуточного пребывания. Как сказала Елена Владимировна, действительно, для нашего района это эксклюзивный детский сад. Потому что я думаю, что эта группа будет востребована в нашем районе. Поэтому мы очень рады, мы очень счастливы, что у нас в районе такой детский сад. В обоих зданиях обновлены фасады, произведена замена всех коммуникаций, технические помещения наполнены современной техникой. Группы оснастили новой комфортной мебелью, интерактивным оборудованием для занятий, вспомогательными, образовательными и развивающими пособиями и большим количеством игрушек. И долотный переулок Запорожской, вот эти два детских сада, они абсолютно разные. У них разное наполнение, у них разная направленность. И в самих программах для детей, мне кажется, и тот, и другой детский сад заслуживает благодарности подрядчикам и заслуживает того, чтобы наши дети воспитывались именно в таких садах. Совсем скоро обновленные здания вновь наполнятся смехом детей, для которых и был выполнен капитальный ремонт. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.